МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему взрослым лучше не помогать с выполнением домашнего задания? А также в рубрике «Клуб активных родителей» познакомим с социальным проектом, который оберегает новорожденных малышей и служит подмогой врачам. Русский язык – один из самых сложных для изучения. Одних только правил в нем около 400. Для сравнения, в английском их почти в два раза меньше. Как писать грамотно и при этом не зубрить правила, знает педагог первого лицея Наталья Андриенко. О талантливом учителе и ее секретах мастерства – наш специальный репортаж. Это Ангарский лицей номер один. И здесь работает учитель русского языка и литературы Андриенко Наталья Викторовна. Какой ее рецепт успешного преподавания, пока не знаем. Давайте спросим ее об этом. Наталья Андриенко пришла в образование случайно. Еще в школе ей казалось, что профессия будет связана с театральной или организаторской деятельностью. Но поступать решила в пединститут, потому что боялась большого конкурса в других вузах. И о своем выборе не пожалела. Это было так интересно, так увлекательно, что в какой-то момент я действительно сделала выбор в пользу учительства, а не в пользу театральной деятельности. А когда пришла работать в школу тоже, понимаете, когда у тебя начинает получаться с самого начала. Когда у тебя есть взаимопонимание с детьми, когда ты видишь результат своей работы, когда тебе комфортно в учительском коллективе. Супруг Натальи Викторовны тоже учитель русского языка и литературы. Вместе преподают и вместе играют в Народном театре «Чудак» Дворца культуры «Нефтехимик». Так Наталье удалось воплотить свою детскую мечту. Актерские данные, к слову, помогают сделать обычный урок интересней. А вот теперь давайте посмотрим следующую пособицу, да? Не за то, что он бьет, а за то, что откусил. Здесь что у нас? Что это? Наталья Викторовна любит систему в работе и составляет подробные конспекты. Этому учит и своих учеников. Четко составленный и структурированный материал позволяет лучше усвоить любую тему. Мне нравится русский язык, и вообще я хочу связать свою жизнь с этим и стать учителем русского языка как иностранного, чтобы распространять его по всему миру. В лицее у нас русский язык ведется очень системно, и все понятно объясняется, доступно для каждого ребенка в нашем классе. Мне нравится русский язык, потому что как только я пришла в лицей, начала меня учить Наталья Викторовна, учительница, преподаватель. И она привила мне любовь к этому языку. Наталья Викторовна говорит, что ребенок лучше развивается в окружении книг, а любовь к чтению возникает постепенно. И даже самого ленивого ученика можно заинтересовать правильно подобранной книгой. Кстати, своя система у педагога есть в подготовке детей к экзаменам. Начинать нужно с того, что нужно завести карту личных затруднений. Вот когда ты завел карту личных затруднений по демоверсии, спецификаторе, да, когда ты отработал три теста подряд, ты увидел свои плюсы и минусы. По словам Натальи Викторовны, после этого остается только поработать над минусами. На плюсы время можно не тратить, а лишь повторить теорию. Как удержать внимание ребенка? Как его заинтересовать? Вопросы, которые волнуют всех учителей. Однако у каждого преподавателя на это найдется свой ответ. Внимание – это как собачка на поводке, которая все время хочет убежать, да? Ее нужно все время держать на привизе. Ну, наверное, в основе всего, то есть, внимания детей, лежит интерес. Стараемся просто говорить с детьми на их языке. Я стараюсь быть актуальной, понятной детям, стараюсь исходить из их запросов. Самое главное, как ребенка, научить учиться. Если буквально лет 10 назад, чтобы построить урок, мы меняли, ну сколько, ну 4-5 видов деятельности на уроке, да? То сейчас сегодняшним ребенку, чтобы заинтересовать, нужно все время менять вид деятельности. Как взаимодействовать с учениками и как подать материал, каждый учитель решает сам. Одни методы действуют быстро, другие дают эффект позже, но зато на перспективу. Наталье Викторовне удается успешно применять разные практики. В этом и есть успех профессионала. Этот яркий вязанный осьминог – не просто игрушка. Он словно спасательный круг для детей, которые поспешили появиться на свет. Я говорю о недоношенных малышах. Как выхаживают таких новорожденных? Почему успех зависит не только от врачей? И при чем тут пряжа? Об этом и не только мы поговорим с гостями нашей программы. Здравствуйте. Сегодня с нами доктор Ангарского перинатального центра Ирина Алексеевна Потапова. Врачный анатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. А также участница клуба активных родителей Каркуша Плаксина Наталья Александровна. Автор проекта «Жизнь в каждой петельке» – мама троих детей, спортсменка, обладательница золотого значка ГТО и волонтер акции «Миллион на добрые дела». Ирина Алексеевна, первый вопрос к вам. Знаю, что медики называют новорожденных детей, которые появились раньше срока, жизнь на ладошке. И в Ангарском перинатальном центре есть оборудование, которое позволяет выхаживать совсем миниатюрных детей. Расскажите о случаях из вашей практики. Да, это действительно так. Жизнь на ладошке, потому что ребеночек недоношенный может уместиться на ладошку. В нашем Ангарском перинатальном центре мы занимаемся выхаживанием более больших детей. То есть по маршрутизации мы оказываем помощь беременным женщинам с 34 недель беременности. Но если по каким-то обстоятельствам женщина не успела доехать, различные причины кровотечения, активная фаза родов, принято будет решение ввести в наш роддом. Естественно, в нашем роддоме будет оказана высококвалифицированная помощь деткам новорожденным. У нас для этого все есть. Поэтому да, мы занимаемся выхаживанием. За прошлый год у нас был всего один ребенок с экстремально низкой массой тела. Экстремально низкая – это дети до килограмма. То есть у нас прошел один ребенок. В позапрошлом году было четыре. В первые минуты жизни важно оказать качественную помощь этому ребенку, реанимационную помощь, потому что от этого будет зависеть дальнейшая его жизнь. Значит, в Ангарском перинатальном центре есть все для этого. Это специалисты, руки, самое главное, ну и аппаратура. Кувезы – это домики, да, на колесиках, в которых тепленькие, в которых ребеночек лежит и выхаживается. То есть они созданы для того, чтобы имитировать внутриутробную жизнь ребеночка. Сверху мы таких деток накрываем специальными покрывалами, для того, чтобы свет не проникал, потому что у них очень нежная сетчатка, которая может быть повреждена ярким светом. Потому что внутриутробный ребенок находится почти в темноте. Мама. И слышит только мамин голос. Поэтому для ребеночка громкие звуки, яркий свет, очень ранимый, то есть он травмирует его. Таким малышам нужен особенный уход, круглосуточное наблюдение, забота родителей, даже особенная одежда. Верно? Одежда ребеночку необходима. То есть ребеночка мы одеваем для того, чтобы соблюсти тепловой режим. Вот это первая функция, наверное, всей одежды во всем мире, да, это просто тепло. Для ребенка это очень важно. Поэтому, да, мы практикуем шапочки-носочки. Даже сразу при рождении на ребеночка одевается шапочка, потому что у детей, как правило, голова достаточно большая, по сравнению с остальным телом, и очень большая потеря жидкости именно с головы идет. Поэтому шапочки хлопчатобумажные, носочки, а дальше уже можно одевать и вязаные вещи. Наталья, вы автор проекта, который называется «Жизнь в каждой петельке». Он как раз создан для помощи недоношенным малышам и их родителям. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. Дети, рожденные раньше срока, они теряют быстро тепло. И энергия идет на то, чтобы согреть тельце малыша, а не на рост и его развитие. Поэтому при помощи вязаных изделий мы им помогаем, чтобы они как можно больше тратили энергию на здоровье, на рост и на укрепление своего здоровья. Женщина к этому не может быть готова заранее. То есть она не знает, родится у нее малыш вовремя или раньше срока. Поэтому изделия таких крохотных размеров не всегда найдешь. И мама в таком состоянии, когда жизнь ребенка ее держится буквально на волоске, она не готова взять там что-то быстренько связать. Поэтому наши изделия здесь, как всегда, помогут. Вы вяжете одежду малышам из какой-то особенной пряжи. Расскажите, почему это важно? Вся вязаная одежда вяжется исключительно из стопроцентной пряжи. Так как любая примесь акрила будет нагреваться от ламп, которые установлены в квезе, так как ребенок там лежит. И при нагревании он может обжечь даже нежную кожу ребенка. А шерсть она распределяет тепло равномерно. И нет ожогов. Также при трении шерстяных волокон происходит естественный массаж. При естественном массаже оказывается не только согревающее, но и тонизирующее и общеукрепляющее действие. Ирина Алексеевна, неужели действительно вот такая милая игрушка способна творить чудеса? Да, и вот ребеночек совершает движения ручками. Доказано, что внутриутробно он может пуповину трогать. Что-то там в воде делать, какие-то плавательные движения руками. Естественно, когда он получает эту осьминожку, он успокаивается. То есть какая-то поддержка. Он держит ее в руках. Естественно, происходит стимуляция всех центров, которые расположены на пальчиках. И ребеночек быстрее созревает. Наталья, сегодня вы с собой привезли эти замечательные вещи. Ведь не просто для того, чтобы рассказать о своем проекте. Конечно, данные вещи, как игрушки и изделия шерстяные, мы привезли для передачи в перинатальный центр города Ангарска. Чтобы дети также ощутили нашу заботу и тепло. Сейчас свой проект вы реализуете вместе с друзьями из Клуба активных родителей. Ангарчане могут к вам присоединиться и как это сделать? Любой желающий может найти нас в соцсетях. То есть это и Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте мы есть. Можно просто написать, что есть желание присоединиться. Обязательно выйдем на этого человека, добавим в группу. У нас в Вайбере есть группа. И в этой группе мы уже обмениваемся информацией полезной. То есть это и размеры указываются, какие размеры должны быть. И какая пряжа. Все нюансы по вязанию. Потому что нюансов очень много. Я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам плодотворного сотрудничества. А мы продолжаем. А сейчас рубрика «Шпаргалка». На электронную почту родительского комитета продолжают поступать вопросы о телезрителей. Темы самые разные. Как привить ребенку любовь к чтению? Почему не складываются отношения со сверстниками? И можно ли снизить учебную нагрузку? Кстати, вопросов, касающихся учебы, оценок и выполнения домашнего задания больше всего. Добрый день. У меня дочка ходит в второй класс. Я хотела бы уточнить. Расскажите, пожалуйста, как у ребенка выработать самостоятельность. Потому что, конечно, начальная школа. Надо еще контролировать многие вещи. Но очень хотелось бы, чтобы она и самостоятельно уже занималась. И делала многие уроки хотя бы сама. Как все-таки работать так, чтобы он более самостоятельный был ребенок. Сегодня на вопросы наших телезрителей ответит педагог-психолог Елена Георгиевна Крытова. Специалист муниципальной психологической службы Ангарского округа. Елена Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Георгиевна, скажите, часто ли вы сталкиваетесь с подобными обращениями родителей? И что посоветуете в данном конкретном случае? Хотелось бы сказать, что да, довольно часто. И иногда запросы родителей, которые обращаются на консультацию, особенно в младшем, в звене школы, они именно направлены на то, что ребенок и не самостоятельный. Но здесь хочется сразу сказать, что такое самостоятельность. Самостоятельность – это, наверное, то такое качество личности, личностного развития, где проявляются уже волевые качества, инициативность. Качество, наверное, своей критичности, своего поведения, умение анализировать ситуацию. И это не возникает вдруг из чего-то. Все-таки это воспитание. И воспитание, которое начинается с раннего детства. Здесь родители должны быть сторонними наблюдателями, но не участвовать в процессе, не брать на себя ответственность за его обучение. И даже если у ребенка на первых этапах обучения вот эти первые ошибки, первые вот эти кривые строчки, первые вот эти кривые буковки, первые какие-то моменты недоделанного домашнего задания – это все как бы их право, их право формирования в обучении. Но ни в коем случае не надо стремиться сделать за них все, но сделать идеально чисто. Почему? Вы взяли на себя ответственность за их учебу, а ребенок это понял. Что труд можно переложить на плечи папы и мамы. Поэтому здесь это тоже очень большая ошибка родителей, к сожалению. И с ними сталкиваемся намного чаще. А как быть с детьми подросткового возраста? Не поздно ли воспитывать самостоятельность у ребенка в седьмом или девятом классе? Я говорю, да, каждый возраст, он имеет свои сложности. Он имеет свои какие-то определенные особенности. И вот у подростков эти особенности в первую очередь будут связаны с чем? С мотивацией. То есть принятие, заставить подростка, например, отнестись ответственно к тому или другому делу. Отнестись ответственно к какой-то деятельности. Причем деятельности очень важной в жизни подростка. Подростка он должен понимать, зачем. То есть зачем мне это нужно? То есть какой мотивационный жизненный ресурс я сейчас для себя тогда, ну, себе обеспечу, скажем так, выполняя то или иное, или принимая на себя эту ответственность. И тут посмотрите, что происходит, да, вот вопрос у вас. Родители, да, длительное время принимали решения, делали за него уроки, полностью подавляя его инициативу, показывая свой пример и образец того, как это они делали. Как это они делали. А у подростка-то жизненного-то опыта-то другого нету. В первую очередь, на что должно быть направлена работа? Ну, это, конечно, вот этот ресурс, да, мотивации. Зачем? Для чего? Что ты хочешь? Это беседы с ребенком. Без нотации, без каких-то назиданий, без оскорблений, без вот этого сравнения. А вот в наше поколение. Это уже не ваше поколение. И мы живем совершенно в другое время. Это другие дети, и это другая личность. И мы должны вот к этому взрослой относиться очень уважительно. Это первое. А кроме того, заинтересовать ребенка. Зачем тебе действительно это нужно? Увлечение, например, спортом. Зачем тебе, предположим, это учеба? Что ты можешь добиться вот этой учебой? И в подростковом возрасте любое решение подростка, его надо закреплять. Закреплять на ситуацию успеха. Молодец, вот видишь, ты сам принял решение. Обязательно это проговаривать. То есть в любом моменте, в таком позитивном ключе, когда подросток все-таки выбирает и сам на себя берет ответственность, обязательно закреплять это. Не оставлять это незамеченным. То есть это для родителей очень важно. Вот это эмоциональная составляющая. Елена Георгиевна, что вы посоветуете родителям, детям любого школьного возраста? Как вести себя, чтобы не навредить? Вот зачем, на вопрос родителей, да, вот иногда задается вопрос, а зачем вы делаете вот за него? Он же сделает много ошибок, ну и пускай делает. Ну как, этого же нельзя. А почему? Вот. А вы делали в своей жизни ошибки, да? Это вам помогало в жизни, да? А почему вы лишаете возможности своего ребенка? Да, это гиперответственность, это, вы знаете, это еще, знаете, такая тревога родителей и непроработанные детские страхи родителей. Обычно вот, когда родители приходят на консультацию с такой вот проблемой к нам, во время консультации часто слышу выражение «я боюсь, я не доверяю, вот, я не могу этого позволить, опять, я боюсь». То есть она вот именно свою, вот, ну, мама, папа, да, они вот свои вот эти страхи, они переносят на детей. И вот это как раз очень большая проблема формирования вот этого, ну, вот этой личностной, да, характеристики как самостоятельности. Самостоятельность невозможна развить, если мы не доверяем детям. Надо больше доверять им. Да, ошибки, да, не все получается. Но любовь, наша любовь, истинная любовь к детям заключается не в том, что мы их закрыли с собой от всех невзгод. Нет, мы им этим не помогли. А вот именно, когда своим доверием, своим поддержкой мы их пускаем вперед, да, вы ошибетесь, но на ошибках учатся. Таким образом, вот именно с нашей верой в них, с нашей поддержкой, они добиваются в жизни больше. Спасибо вам большое за развернутую консультацию. Это был телепроект «Родительский комитет». Стать участником программы или предложить интересную тему можете и вы, наши телезрители. Хотите рассказать о любимом учителе, поделиться своим опытом воспитания, сообщить об успехах, а может, обсудить проблему. Звоните в редакцию «Все решим» в «Родительском комитете» вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин